Вы на канале Ильи Киборга, и я вам сегодня расскажу о том, как прошли мои первые кинопробы и дам несколько советов, как вообще пройти кинопробы, что это такое, как на них попасть и какие нюансы нужно учитывать при прохождении кинопробы. Итак, как я попал на свои первые кинопробы? На самом деле это банальная история. Меня нашел кастинг-продюсер в социальных сетях и сделал мне предложение попробоваться на одну из главных ролей в новый киносериал. Это продакшн 1, 2, 3. Вроде как бы он делает самый-самый топовый сериал в России. Мне выслали вот такой сценарий. Здесь две сцены. Одна сцена происходит в больнице, вторая сцена происходит в такси на улице. Я его выучил буквально за пару дней. Ну, как выучил? Здесь первый совет, который могу вам дать. Не учить полностью весь текст, не нужно его заучивать. Нужно просто знать структуру, что зачем идет и как эта сцена происходит на отыгрыше. Я приехал на Мосфильм. Кстати, это была моя первая поездка на Мосфильм. За 8 лет я так ни разу не побывал в Мосфильме, хотя я живу в Москве. И я рекомендую вам съездить на Мосфильм и посмотреть, как там вообще все происходит внутри. Вроде как там даже недорогие экскурсии, они очень интересные. Судя по всему, это именно та скульптура, которая на заставке Мосфильма. Так, например, там стоят несколько стендов с такими раритетными вещами, как, например, калькуляторы от самых первых 40-х годов, заканчивая современными калькуляторами, которые работают на одной батарейке. Но самое удивительное для меня было то, что я встретил там калькулятор, которым я считал в первом классе. Это такой советский калькулятор, у него есть такой влог питания, он включается в розетку, и ты на нем, собственно, там делаешь всю домашку. Сегодня я его увидел, у меня возник такой флешбек, обратно, мое детство. А еще там рядом стояла витрина одна с фотоаппаратами, где собраны все возможные фотоаппараты, вот, мне кажется, за всю столетнюю историю фототехники. И самое забавное, что я увидел, откуда Fujifilm взял свой дизайн своих новых современных фотоаппаратов. Они их взяли с фотоаппаратов компании «Смена», на фирмы «Смена», как это называется. В общем, они вот выглядят максимально кайфово. Там есть такие же крутилки, настройки экспозиции, выдержки, прям вот бомбически. Рекомендую сходить в Мосфильм и обязательно посетить этот стенд. А также есть стенд с умопомрачительными телефонами. И самое забавное, что там даже есть пейджер. Напишите в комментариях, у кого из вас был пейджер. И вообще, вы знаете, что такое пейджер. У меня до сих пор все дома где-то лежит пейджер бумеранг. И сегодня я тоже его там увидел на этом стенде. А еще там был легендарный телефон Motorola Razr V3. Это телефон, который, распадушка, который вообще хотели абсолютно все в 2000 году, потому что это был самый-самый культовый телефон. Ну, примерно так же, как сейчас все хотят айфоны. Тогда все хотели Motorola Razr V3. Ну, помимо Motorola, там представлены все другие сотовые телефоны, начиная там от кнопочной Nokia и такого гигантского Siemens'а, который вносился на лямки и был типа мобильным телефоном на лямке. Там, не знаю, как раз в килограмм 5 весит. Ну, вот такой вот был первый мобильный телефон. И у вас есть возможность его посмотреть на Мосфильме. Возвращаемся к моим пробам. Придя на сами кинопробы, я уже понимал, что помимо меня, там сейчас уже тестируется какой-то другой актер. И я послушал немножечко комментарий, которые ему давали ассистенты, как нужно вести себя, как играть. Поэтому я их учел перед тем, как зайти на свои кинопробы. Мои кинопробы, кстати, проводил уже режиссер сериала. Его зовут Илья. И это было круто, что сам режиссер отсматривал мои кинопробы. Мы познакомились, поболтали о ТикТоке в социальных сетях, просто обсудили какие-то новости. Он спросил меня, были ли у меня когда-то вообще кинопробы. Кинопроб у меня никогда не было, но по моей истории сняли фильм. И плюс я принял участие в качестве массовки в съемке сериала «Художник», который выходит в августе 2021 года. И это, собственно, весь мой опыт в кино. Здесь такой забавный факт, что кто-то учится 5 лет на актерской, чтобы сыграть хотя бы роль дерева в массовке. А я не учился, и мне так реально фартануло, что я уже дважды бывал на киносъемочных площадках. И вот сейчас даже пробуюсь на одну из главных ролей. Как проходят кинопробы? Вначале вы читаете, вам присылают вот такой сценарий. Тут две сцены. Вы его заучиваете, но не полностью, а структурно. И момент первой читки, вы просто прочитываете его по ролям, не делая никаких акцентов на интонировании. Так, например, первый раз, когда начал читать вот так вот, «Вы что, угораете? Никуда я не пойду!» Мне как бы режиссер сделал замечание и попросил просто разговаривать текст, вот как я в жизни его произношу. Вот так мы прочитали один раз, и на второй раз включается камера, и вы, собственно говоря, уже начинаете отыгрывать по ролям всю свою сцену. Если все хорошо, то дубли не делаются. То есть, можно там с первого-сторого раза нормально читать, и будет, в принципе, понятно режиссеру, с чем он будет иметь дело, и из какого вы, собственно говоря, теста. И подходите вы на эту роль или нет. Потом повторили вторую сцену, и вот ее уже я записал с первого дубля. Мы пожали друг другу руки, и я, собственно говоря, отправился по экскурсии по Мосфильму. Чем это все дело закончится, абсолютно вообще не знаю. Но, конечно, мне хотелось бы попасть на съемочную, в этот сериал, потому что для меня это будет новый опыт. Это будет реально оригинальное событие в моей жизни. Но, поживем, увидим, как оно будет, так оно будет. В любом случае, я вообще сегодня словил такой инсайт, что мне всегда казалось, что люди с инвалидностью вообще не нужны в кино и в театре. Ну, типа, камон, как человеком без руки, без ноги может вообще сниматься в театре или в кино. А оказалось, такие люди нужны, потому что гораздо проще позвать человека с инвалидностью, чем потом на постпродакшене замазывать на хромакее руку или ногу. То есть проще реально снять, чем потом делать спецэффекты. И это, конечно, круто, что люди с инвалидностью могут играть в кино. И если вы человек с инвалидностью и думаете над тем, что вам недоступна театральная, то я вам говорю, что вы зря так думаете. Можете прямо сейчас собираться и идти смело поступать на театральную, потому что, как показывает моя практика, такие люди нужны, такие люди важны. И с ними охотно работают съемочные компании. Какой был мой опыт? С вами был Илья Киборг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok